Слышно? Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня с вами буду я, Валикжанина Светлана. Я учитель и педагог. И работать мы с вами сегодня будем в технике акварельная живопись. Работать будем над натюрмортом. Да, вы можете сейчас тихонечко подготовиться к работе. Подготовить, вот я здесь наверху написала в чате свои материалы для акварельной живописи. И в чат вы можете мне писать, спрашивать, задавать вопросы. Я буду отвечать. Да, я вот вижу. Видно и слышно. Спасибо. Если будут какие-то неполадки, пожалуйста, мне сообщайте. Да. Значит, мы с вами сегодня поговорим об акварели. И работать мы будем с вами сегодня в технике по мокрому. Поэтому, пока вы сейчас настраиваетесь на работу, я вас попрошу еще подготовить такую плоскость, чтобы была возможность работать на мокрой бумаге. Поэтому, возможно, у вас будет либо несколько листов газеты, которые мы можем смочить для того, чтобы увлажнить лист. Либо вы можете подготовить какой-то ракал или какую-то подложку, которая не пропускает воду и создаст ощущение увлажненной поверхности на длительное время. Работать мы будем с вами где-то в течение полутора часов. Поэтому я предлагаю вам работать на большом формате, на формате А2. Это, кто знаком, это поллиста ватмана. Но если нет такой возможности, то можно, конечно, воспользоваться форматом А3. Натюрморт у нас будет простой. Я его вам представлю чуть попозже, пока мы готовимся. Представлю попозже, будет фотография. Если у вас есть такая возможность, то вы можете самостоятельно поставить похожий натюрморт. Я думаю, что когда мы его будем с вами разбирать, вы внимательно посмотрите. Единственное, что могу сказать, это натюрморт с яблоками. Поэтому если у вас есть дома яблоки сейчас, вы бегите скорее на кухню и несите сюда 3 яблока. И у меня лимоны. Но у вас что есть? Может быть, у вас будут груши или какие-то фрукты. Или, возможно, будут какие-то еще предметы, которые вы доставите в свой натюрморт. Вот. Видно и слышно. Но если какие-то сейчас возникают вопросы, вы мне задавайте, пока мы еще не начали с вами работу. Мы немножечко еще ждем. Может быть, еще к нам кто-то присоединится. Я сейчас, наверное, вот вы меня уже увидели, все со мной познакомились. Еще раз меня зовут Светлана. Если у вас будут какие-то возникать вопросы по ходу нашего общения, вы можете мне писать в чат. Я, наверное, тогда сейчас отключаюсь и переключаю на наш прекрасный натюрморт. Вот такая у нас будет, вот такой вот у нас будет натюрморт. Напишите, пожалуйста, всем видно? Хорошо видно? Да. Ну вот, пока вы готовитесь, давайте немножечко опишу, почему же я выбрала именно вот такой формат и почему я выбрала именно фрукты. Ну, мне, знаете, мне просто хотелось как-то почувствовать дыхание лета. И меня вдохновили эти зеленые яблоки, которые вот создают ощущение такой вот летней свежести, на мой взгляд. Хотя сейчас у нас, конечно, такое пасмурное состояние, да, в нашей природе, но хотелось какой-то, вот знаете, такой ноты зелени почувствовать себя немножечко в таком вот лете, приближении лета у нас, да. И чтобы освежить эти зеленые яблоки, я использую желтые лимоны. Причем лимоны у нас разные, один более теплый, другой более холодный. Ну, это для того, чтобы тоже вот создать такое вот ощущение, немножко такого контраста между вот такими вот холодными зелеными яблоками и разнообразными по цвету лимонами. Ну, для того, чтобы создать определенный контраст, я использовала вот такую вот сложную по цвету бирюзовую драпировочку, которая вот, у меня дочка сказала, очень напоминает море. Поэтому наши яблоки будут, можно так сказать, плыть по морю. Вот такой вот образ у нас получается. И для того, чтобы выделить главный элемент в нашем натюрморте, я поддержала наше яблочко белой тарелочкой. Белой тарелочкой, которая создает вот такой большой центр композиции, да, то есть большое пятно, которое является центром композиции нашего сегодняшнего натюрморта. Вот, надеюсь, что вы разобрались, подготовились, и мы тихонечко уже, наверное, можем сейчас приступать к нашей работе. Я думаю, что... Сейчас немножечко уменьшим картиночку. Да, вот так вот я уменьшаю картинку. Видно, слышно, да? Если какие-то у вас вопросы возникают, вот здесь вот на столе у меня представлены сейчас наши материалы. Еще раз давайте я зафиксирую, чем мы с вами сегодня будем работать. Ну, прежде всего, это акварельные краски. Акварель в наборе, да, но нам понадобятся сегодня разные оттенки желтого цвета. Лимонный желтый, кадмий желтый средний, кадмий желтый яркий, желтый темный и, может быть, оттенки охры, золотистые. Это вот оттенки оранжевого цвета. Ну, красный спектр практически не представлен, поэтому мы его исключаем сегодня. И будут оттенки сине-зеленого цвета, которые у меня тут немножко вот спрятались за баночкой. Вот не очень вам видно, но они есть. Вот, ну, пожалуй, вот это все из набора красок. Значит, нам нужна будет палитра. Для палитры... Так, черный экран видно? Видно очень хорошо. Так, у меня для палитры, у меня керамическая тарелочка белого цвета, и она нам понадобится для того, чтобы краски смешивать и получать новые оттенки, необходимые нам, да. Но, как вы знаете, мы не работаем чистыми красками, мы всегда краски смешиваем, чтобы получить красивые сочетания, нужные нам, да. То есть, мы работаем с нюансами цветовыми. Далее, давайте посмотрим. Ну, вот баночка с водой, тут все понятно. И кисточки. Ну, вот смотрите, я работать сегодня буду большой кистью, вот такая вот интересная китайская кисть для каллиграфии, которая нам нужна будет для того, чтобы... Она самая большая у меня сейчас в моем наборе, и она нам нужна будет для того, чтобы нам лист смочить водой. Это кисточка из натурального волоса, это коза, козий волос, вот такая вот она очень хорошо держит воду, и для акварели она тоже очень интересная кисть, поэтому советую вам тоже приобрести ее, возможно, пригодится вам в вашей творческой работе. Дальше у меня здесь вот представлены кисти лопаточка синтетика. Ну, вы знаете, что для акварели мы работаем и колонком, и белкой, да. Но вот сегодня я решила работать синтетикой и именно вот лопаточкой. Средней и чуть-чуть поменьше. Ну, у меня тут вот размеры разные, поэтому я вам могу сказать, что я работала средней кисточкой, она была 12-го размера, и была побольше кисть, 18-й размер. Но, как вы понимаете, на кисточках всегда у нас форматы разные, размеры разные ставятся, и мне сложно вам сказать, вы уже смотрите по вашему, смотрите, пожалуйста, по вашему набору, то есть это должна быть, ну, достаточно толстая кисть для того, чтобы мы все-таки смогли работать быстро на большом формате. Вот, и сейчас у меня пропало изображение. Так, сейчас немножечко мы тут поправим. Так, ну, наверное, мы можем приступать, если... Да, здравствуйте, Егор, вижу, да. Полностью. Хорошо. Так, ну, приступаем, значит. Я сейчас, наверное, давайте уже начнем. Подготовьте листок. Значит, мы сейчас с вами приступим к работе. Так, значит, нам понадобится лист, да, я вот начинаю сейчас построение на листе. Мы сейчас обозначаем основные моменты. Для того, чтобы организовать композицию на большом формате листа, мне нужно охватить ее в целом, да, то есть я должна обозначить границы, то ли, то есть так называемое поле нашей композиции. И сейчас мы обозначаем это поле и начинаем прорабатывать основные большие формы. Смотрим на натюрморт наш и внимательно определяем примерное соотношение наших предметов. То есть смотрим, какой у нас предмет самый крупный, какой, может быть, чуть поменьше, насколько поменьше. И самое важное, определите характер каждого отдельного элемента, каждого отдельного предмета, чтобы можно было как-то соотнести, чтобы найти действительно, может быть, интересную форму. Для этого нам нужно будет все очень внимательно сравнивать, соизмерять, чтобы у нас не получились фрукты одинаковыми, потому что все в природе у нас имеет свою форму, да, свой характер, свое решение. Сейчас я акварельным карандашом, вот смотрите, есть такие специальные акварельные карандаши для живописи, может быть, вы встречали, он очень похож на простой карандаш, он мягкий, видите, оставляет достаточно такой плотный след, и этот карандаш, он смывается, что самое приятное. Вы знаете, что в акварели неприятно, когда у нас остается жесткий край, да, жесткая граница и просвечивает сквозь наш, сквозь слои краски, поэтому мы вот используем сегодня такой акварельный карандаш. Ну, возможно, у вас пока его нет, это на будущее, если будет возможность, они продаются сейчас в художественных магазинах, эти карандаши. Вот, намечаем поле основное, намечаем примерные границы наших предметов. Рисунок под живопись акварелию, еще раз повторю, должен быть легким, таким прозрачным, но для того, чтобы все-таки формы хорошо читались, я сейчас очень тщательно все прорисовываю и стараюсь показать основные размеры, особенности каждой формы, выделяю какие-то детали, да, которые именно вот характеризуют тот или иной предмет, для того, чтобы все-таки у нас потом наша живопись не поплыла, да. Вы знаете, что акварель – краска очень подвижная, особенно в технике по-мокрому, и это, конечно, создает определенные трудности для художника. Границы начинают расплываться, и формы теряют свои очертания, поэтому все-таки тщательно нужно прорисовать. Иногда художники делают дополнительный лист, да, то есть сначала строится рисунок под живопись акварелию, потом все это спокойненько переносится на новый формат листа, для того, чтобы у нас сохранилась чистота слоя. Вот еще немножечко хочу сказать о бумаге, но для тех, кто, может быть, не работал в акварели никогда, бумага должна быть специальная для акварели, так прямо она и называется, продаются папки для живописи акварелью, вот на это обратите внимание, бумага должна быть плотная, я рисую на обычном листе, нашем отечественном, госзнаковском, да, как мы говорим, то есть я специально взяла такой лист, конечно, существуют очень хорошие сорта бумаги, дорогие, ну, мы используем сейчас наш обычный формат, ну, доступный, скажем так, для нас, для детей, для учеников, вот, ну, конечно, можно попробовать в дальнейшем и более сложные, более дорогие сорта бумаги, конечно, они дают свои эффекты, и это, конечно, тоже интересно, изучить разные краски, изучить разные, разные сорт бумаги, для того, чтобы понять, насколько, вот, вам интересно, в какой, на каком материале работать, вот, ну, пока, по-моему, вам все понятно, да, вот, я сейчас строю, строю, уточняю детали, показываю тени, показываю падающие тени, немножечко намечаю складки и границы нашей трапировки, на которой располагается наш натюрморт. Вот, обратите внимание на то, что у тарелочки очень есть слой, вот, очень часто ребята, студенты у нас забывают показывать толщинку, толщину слоя, да, вот, рисуют кувшин или рисуют тарелку, и вот эта вот высота, да, обязательно она должна быть обозначена, это очень важно, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Толщину стенок сосуда, толщину тарелочки, мы обязательно должны обозначить. Ну, и, конечно, убираем все наши лишние детали, которые нам не понадобятся, да, все это тщательно вычищаем резиночкой стирательной. Желательно, чтобы вы, конечно, показали все нюансы, все особенности наших форм, да, для того, чтобы потом у нас не получились какие-то искажения нехорошие. Ну, это касается, конечно, тех натюрмортов, которые у нас с четкими предметами. Здесь у нас все-таки фрукты, и мы можем какие-то отступления, да, делать. Это даже, может быть, будет интереснее. То есть, желательно, конечно, я еще раз заостряю ваше внимание на то, на том, чтобы вы все-таки эти яблочки почувствовали, то есть, прочувствовали форму каждого отдельного яблока, его характер, какое оно. Вот такой достаточно длительный у меня этап построения. Я это делаю для того, чтобы вы успели, тоже настроились на свою работу и тщательно прорисовали формы, композицию организовали на своем формате. Убираем лишние линии, еще раз повторяю. Вы не спешите, я тут достаточно долго работаю для того, чтобы вам можно было успеть, да, все хорошо простроить, подготовить, тщательно отрисовать все элементы, чтобы не получилось у нас потом каких-то неучтенных моментов. Вообще, акварельная техника очень интересная техника, и вы знаете, что, как правило, в школе мы работаем именно в этой технике, да, гуашь, она все-таки требует немножко другой подготовки, а начинающие у нас, как правило, всегда, и маленькие дети, как правило, всегда начинают с акварели, и кажется, как будто эта техника самая доступная, да. Но на самом деле, конечно, акварель, она требует такого большого внимания со стороны художника, потому что какие-то малейшие недочеты, они могут привести к таким большим ошибкам. Но все равно бояться этого не нужно, и, в общем-то, всегда можно все поправить, исправить, и это все очень-очень интересно. Очень интересный процесс работы в этой технике. И я думаю, что, коль вы подключились к моему мастер-классу, наверное, вам все-таки немножечко она уже, эта техника, знакома. Ну вот сейчас я большой кистью убрала крошки, которые остаются от резинки. Это желательно тоже вам всем сделать, стряхнуть с листа все, чтобы у нас потом эти катышки не попали под нашу краску, да, и не создавали нам ненужных затеков. Вот смотрите, я сейчас прозрачную пленку, на которой работаю, немножечко смачиваю водой, для того, чтобы это все хорошо пропиталось. То есть у нас бумага должна быть достаточно увлажнена, да. Я, видите, переворачиваю на другую сторону лист, смачиваю его, хорошо смачиваю водичкой, большой-большой кистью, самой большой, какая у вас есть. Можно использовать губки различные, да. Смачиваете хорошо. И у вас с обратной стороны получается такая очень увлажненная поверхность, и поскольку это не пористая поверхность, да, у вас она не пропадает. То есть влага остается, сохраняет наш лист на долгое время в увлажненном состоянии. И вот обратите внимание, сейчас мой акварельный карандаш, он слегка смывается, то есть уходят эти четкие жесткие границы, которые тут у нас получились, да, после тщательного нашего рисуночка. Сейчас все это мы увлажняем. И ваша задача, смотрите, разгладить бумагу, чтобы не было пузырьков, да. Нужно вот так вот аккуратненько, плавно вести кисть, создавать ровную поверхность. Но обращайте внимание на то, что у вас не должны оставаться лужи, то есть все лужицы нужно тщательно растянуть. Лист должен быть влажный, не жесткий, он должен пропитаться и быть, знаете, таким вот настолько увлажненным, это вот напоминает ткань. То есть вот такая вот влажная бумага, должна быть очень мягкая и пластичная. И аккуратненько, аккуратненько убираем все пузырьки, которые у нас остаются под бумагой. Угу. Очень приятная кисть И я думаю, что Вы когда-нибудь тоже попробуете Подобной кистью порисовать Так, ну вот сейчас мы с вами Приступаем к работе цветом Значит, нужно подготовить краски Сядьте, пожалуйста, поудобнее Возьмите краски Они у вас должны быть с правой стороны Если вы правша Но если левша, конечно, вы готовьте так, как вам удобно Я использую в качестве палитры сегодня Керамическую белую тарелочку Ну, можно использовать обыкновенный лист бумаги, пожалуйста Может быть, палитра у вас будет Ну, желательно, чтобы она была большая Потому что палитра Это очень важный инструмент для художника На палитре мы смешиваем цвета И работать я сейчас начинаю с дальнего плана, ребят Я сейчас начинаю работать С главного элемента Который у нас, да, чуть-чуть в глубине Нашего натюрморта Вот пока я готовила У меня сейчас вот тут появляются небольшие лужицы Я их собираю, да, то есть Салфеточку обыкновенной можно взять Кухонный полотенчик, да, или салфетку любую И немножечко подобрать воду Смотрите, я буду работать с яблоком И я сейчас вокруг яблока Немножечко убираю границы Это делается для того, чтобы краска сейчас не потекла На весь лист, да, то есть я обозначила такие условные границы Которые должны быть сухими И вот салфеточкой я это все сейчас подбираю Чтобы не получились лишние растеки Которые мне, может быть, будут потом мешать Мы с вами сегодня находимся в таком состоянии Что у нас все-таки освещение холодное, да Холодный свет, у нас пасмурный день сегодня Поэтому наше яблочко будет со стороны света иметь холодный свет Холодное освещение Поэтому и яблоко, и лимон мы будем прописывать Именно вот через светлые, да, светлые места Начинаем всегда прописывать Сейчас я начинаю работать с самого светлого места Это лимон Лимон, потому что он у нас светлее, чем яблоко Поэтому я начинаю работу именно с лимона И работу веду лимонной желтой То есть холодным желтым цветом Набираю освещенную область И чуть-чуть теплее набрала Вот обратите внимание У меня здесь кадмий средний Немножечко можете охры добавить И даже золотистый добавляю Для того, чтобы показать корочку Которая отвернута, да, от солнышка Ну, не от солнышка, а от области света То есть вот это вот место мы чуть-чуть Делаем теплее Видите, даже такой зеленоватый цвет набираю Получается сразу у меня такая вот Теплохолодность, да Вы знаете, что в живописи очень важна теплохолодность Поэтому мы сразу демонстрируем на первом этапе работы Показываем область холодную и область теплую На свету у нас будет более холодная краска Там, где у нас тень, она более теплая Лишнюю красочку убираем Отжатой кистью Пожалуйста, вот не забывайте То, что у нас сегодня техника По мокрой бумаге, да Так называемая техника по мокрому Поэтому мы с вами постоянно должны Держать во внимании наш объект Над которым мы с вами работаем Сейчас приступаем к яблочку Давайте посмотрим Смотрите, я сразу обозначаю холодным голубым Таким ультрамарин, да Голубой тоже может быть и теплый, и холодный Набираю холодный зеленый цвет Для того, чтобы обозначить вот эту вот границу, да Холодного освещения на яблоке Оно такое немножко ядовитое Если вы внимательно посмотрите на картинку, да Постарайтесь, конечно, поточнее взять цвет Вот этой вот зелени Но учитывая то, что эта область более холодная И постепенно в тень она у нас уходит в теплоту То есть вот эта вот граница Которая находится в тени Она у нас будет теплее Я добавляю немножечко Сюда теплых оттенков Водите охру Водите немножечко, может быть, где-то умбру И зелень травяную беру Посмотрите, такой нейтральный зеленый Достаточно плотный цвет Ну, вообще хочется сказать, что Поскольку техника у нас такая своеобразная, да По-мокрому, еще раз повторяю, да Мы с вами должны брать краску достаточно густо на кисть То есть вы кисточку должны немножечко отжимать И она должна быть такая полусухая Чтобы она больше пигмента держала На кисти должно быть больше пигмента, меньше воды То есть практически это такая сметанка Вот в акварели, как и в гуаше, тоже может быть сметанка Вот, пожалуйста, это учитывайте Не старайтесь сейчас много воды добавлять Потому что по мере того, как у нас акварель высыхает Вы это знаете, да Она высветляется И вот это вот очень важно Чтобы пигмент сохранился Иначе у нас все будет очень бледное И, ну, невыразительное То есть нам нужно на вот этом первом этапе Очень так плотно сразу брать краску Чтобы она создавала вот эти вот ощущения контраста Ощущения контраста Ну и одновременно, смотрите, мы же рисуем сразу с вами два предмета Вы сравниваете и видим, насколько у нас предмет, который впереди находится Да, лимончик, насколько он светлее Той теневой области, которая находится за лимоном Да, соответственно, это яблоко у нас И вот в этом вот, пожалуйста, вот внимательно отслеживайте вот этот момент Ну и сейчас я сразу создаю возле предмета среду, да Здесь самое сложное, наверное, для вас будет Потому что мы рисуем сейчас белый предмет Тарелочка Белый предмет в живописи всегда его очень сложно показать Почему? Потому что мы не можем оставить просто белым прозрачным, да, лист бумаги Вот в этом месте Потому что у нас все предметы находятся в определенной среде И они друг с другом соотносятся Поэтому, смотрите здесь, как получается У нас окружение должно влиять на наш белый предмет То есть получается, что белый предмет вбирает в себя все окружение Все те цвета, которые находятся вокруг И, соответственно, вот здесь вот эти зелено-желтые наши яблоко и лимон Они будут рефлексировать, да То есть падать на этот предмет И в тенях, и вот в каких-то областях, где идут отражения от окружающих предметов Ну, здесь драпировочка, да Такой вот сложный цвет Я немножечко ввожу голубые оттенки Потому что эта область на свету находится Одновременно подбираю краску, которая начинает растекаться Посмотрите, несмотря на то, что мы с вами подобрали цвет, да Красочку вокруг яблока Оно все равно у нас выходит за пределы Поэтому здесь нужно постоянно держать такой контроль И внимательно, да, внимательно вести работу Сразу Работаем сразу над тремя элементами Тарелочка Наши фрукты И сейчас вот обозначаю границы тени Показываем Глубину тарелочки тоже обозначаем обязательно Ну вот, когда вы работаете кистью лопаточка Посмотрите, вы можете работать и плашмя, и боковой поверхностью Вот здесь вот сейчас я обозначаю границы, толщинку тарелочки И заодно нужно будет показать вам сразу, может быть, какие-то теневые области Да, то есть сразу подчеркнуть особенности Где вот эта граница между самой светлой частью и тенью Которая будет от тарелочки падать на поверхность драпировки Вот посмотрите, сейчас я убираю немножечко Создаю рефлекс, да, убираю Здесь в области цвета сейчас немножечко подчищаю Опять отжатой кистью, да, вынимаем лишнюю краску То есть вы постоянно формируете форму То есть держите это во внимании Техника по мокрому очень мягкая И в этом ее прелесть, наверное Посмотрите, как красиво Вообще нужно дать просто возможность краске растекаться Здесь могут получиться очень интересные эффекты Которые даже, может быть, вы и не предполагали, да, то есть и не задумывали Поэтому здесь, знаете, мы можем, конечно, планировать Как мы пойдем, да, как мы поведем свою работу Но иногда сама техника, она уже диктует художнику последовательность работы Вот здесь вот сейчас я чуть-чуть опять подбираю области, которые находятся в освещенности, в освещении, да, немножечко нужно их высветлить Опять отжатой кистью Собираем лишнюю краску Чуть-чуть вот здесь вот поярче нужно выделить, потому что, посмотрите, сейчас краска уходит, да, и расплывается Сейчас можно опять чуть-чуть поправить на свету Поплотнее берем пигмент Поплотнее берем пигмент Немножечко вы можете похолоднее его взять или чуть-чуть потеплее Посмотрите, срез у лимона, он тоже в разных ракурсах находится Поэтому где-то чуть-чуть он может быть теплее, где-то холоднее И, соответственно, тоже вы понимаете, что рефлексы от желтого лимона будут и на тарелочке, да, поэтому смело вы вводите этот цвет от лимона в тарелку для того, чтобы у нас была красивая живопись Золотистый Ну, он вот такой у нас очень активный, да, почти оранжевый цвет Это создает у нас такую вот богатую нюансами палитру Не бойтесь, что сейчас это все очень активно и ярко, оно все равно немножечко потом уйдет Здесь я показываю рефлекс, на фотографии очень видно хорошо, как от лимона падает в тень, да, рефлекс на тарелку Поэтому не бойтесь, это нужно активно сделать, сразу большим таким мазком Сейчас я ввожу тень под тарелочкой Набираете плотный колер Берем холодные оттенки Это синий цвет ультрамарин Синий сложный, да, можно ввести серые оттенки Серая пейна, очень красивая краска в акварели Она не активная черная, она такой очень приятный дает тон И сбивает насыщенность, сбивает яркость синего цвета Поэтому, пожалуйста, вводите различные сочетания Вот здесь ультрамарин я, видите, ввожу И вы создаете сейчас сразу контраст между белой тарелкой и фоном Работаем смело И, пожалуйста, работайте самой большой кистью, какая у вас есть Потому что формат бумаги у нас очень большой И хочется вот прям расписаться Но я стараюсь писать медленно Чтобы у вас была возможность повторять за мной И старайтесь не спешить И мы всегда можем поправить, вернуться к нашей работе Подправить что-то Самое главное вы должны учитывать Чтобы у вас лист постоянно находился в таком вот влажном состоянии Если чувствуете, что у вас он начинает подсушиваться То нужно будет еще разочек увлажнить Может быть даже и с обратной стороны Вот смотрите, я сейчас создаю сразу контрасты Показываю очень важный момент Тоновые отношения в живописи Я сейчас сразу демонстрирую, насколько у меня плотнее драпировка Насколько она плотнее по тону Это очень важный момент, пожалуйста, на это обратите внимание Драпировка у нас темнее, чем яблоки Поэтому я стараюсь эти границы обозначить Ну, краска сейчас опять, видите, затекает Я чуть-чуть ее поправляю Отжатой кистью И опять уплотняем Делаем плотную тень под тарелкой На драпировочке Краску еще раз повторяю Нужно брать очень густо, плотно Меньше воды, больше цвета Как сметанка И не бойтесь вводить оттенки, которые у нас есть в драпировке В область тени, где-то вот на тарелочке Она только обогатит нашу живопись Создаст вот это вот ощущение красоты цвета Перетекания одного цвета в другой Работаю и боковой поверхностью кисти И ребром То есть ребром остаются тоненькие, да, линии Тонкие детали Формируем вот здесь вот границу нашего яблока И опять, смотрите, со стороны света У вас должен очень четко читаться контраст В тенях у нас должны быть очень мягкие переходы А на свету очень жесткие границы Для того, чтобы предмет у нас вышел из фона То есть мы вытягиваем наши предметы сюда, к нам Раньше старые мастера, они, когда работали маслом, да Они старались нагрузить области света большой массой краски То есть специально увеличивали вот этот вот объем Создавали такие горки краски, которые дополнительно создавали тень И вот это вот ощущение выхода на поверхность Вот этой светлой краски создавали дополнительные объемы Но в акварели так не получается Поэтому мы с вами работаем лишь на контрастах Опять, очень внимательно отслеживаем четкость границ Чуть-чуть поправляем Формируем нашу форму Смотрите, как красиво краска у нас расплывается Вы подхватываете мазочек и растягиваете его Вот в этой технике сейчас важно, особенно на первом этапе Создать вот эту вот иллюзию плавного перетекания одного цвета в другой Сейчас я убираю немножечко У меня краска чуть-чуть подтянулась И я чуть-чуть делаю рефлекс на яблоке и на нашем лимоне Для чего это делается? Если у вас не будет рефлексов, у вас форма получится смятая Обязательно рефлексы нужны Причем, смотрите, у нас бумага Я вот вычищаю, но красочка уже впиталась в бумагу И у нас эта область не будет такой яркой, как на свету Мы чуть-чуть, немножечко ее только собираем Приступаем к работе над вторым яблоком Сейчас я слегка опять смочила яблочко, чтобы у нас в пределах границы, чтобы у нас краска вновь хорошо укладывалась И начинаем работать опять с холодных областей То есть то, где у нас падает свет на яблоке Холодное освещение, еще раз повторяю Поэтому я не боясь беру ультрамарин и беру сейчас холодную зеленую Холодную зеленую, ну вы можете посмотреть в своем наборе Это такая вот не зелень травяная, да, а краска очень активная В которой присутствует, может быть, примесь холодной желтой краски И немножечко, может быть, краска в такую вот изумрудку То есть смотрите, что у вас есть в наборе, самое холодное И в тенях опять создаю теплые тени должны быть у меня, создаю теплоту Но правда тень должна быть, конечно, у нас темнее Сейчас, смотрите, формируем у нас обязательно Яблочко должно читаться не просто шариком, да, а нужно показать характер яблока Заостряю ваше внимание на характере Поэтому посмотрите внимательно, где у нас падает свет Он падает на боковую поверхность и в ту ямку, да, где у нас вот хвостик будет Мы потом его подрисуем Пожалуйста, вот там тоже нужно будет убрать лишнюю краску Так, сейчас смотрим Подбираем цвет для боковой поверхности То есть место, которое у нас является областью тени Оно должно быть теплее Значит, вводим туда Вот она, теневая часть Добавляем немножечко сюда охры И чуть-чуть ввела, даже, знаете, вот немножко синеватый цвет вожу Для того, чтобы показать вот эту вот рефлексирующую, да, поверхность Здесь вот и охра есть И, ну, в общем, оттенки коричневого цвета Чтобы вас не путать сейчас, краски не все знают, да, как называется Вот, ну, вы должны показать форму Чтобы показать форму, вы должны очень четко обозначить границы светлой области и теневой области Краску нам проще гонять Вот, то есть сейчас я, посмотрите, положила такие лоскутки, да, мы работаем в технике а-ля прима То есть я стараюсь сейчас, каждый мазок выверяю, стараюсь взять цвет, который действительно вот читается на форме И сейчас вот самой кисточкой стараемся отработать, да, форму, показать, какая она Я веду работу постепенно от дальних планов От главного, самого основного, да, центра композиции, как мы его называем Сейчас прорабатываю дальний план, дальнее яблочко И вот, смотрите, у меня получаются такие растеки Я хочу немножечко их ввести, то есть чтобы у меня краска плавно расплывалась и входила составной частью во все элементы То есть мы не делаем работу отдельно, да, мы стараемся работу вести целостно То есть нужно стараться приучать свой глаз видеть все предметы одновременно Сравнивать их между собой, показывать отношения Тоновые прежде всего, ну и, конечно же, отношения цветовые Вписываем предметы в среду Ну, я сейчас закладываю попытку показать складочки на нашей драпировке Но, в принципе, это не важно Сейчас нам пока нужно разобраться в тоне Опять начинаю моделировать наше яблоко Потому что, видите, поверхность влажная и краска начинает расплываться Беру холодный, зеленый Очень внимательно смотрите на форму И еще в очень важный момент Старайтесь мазочки накладывать по форме То есть такое ощущение у вас должно складываться Что вы предмет как бы пролепливаете Вот если бы вы лепили его из пластилина Как бы вы эту форму приглаживали пальчиками Постарайтесь вот добиться такого эффекта Что вы эту форму, ну, ощупываете, да, кисточкой Вы ее трогаете и создаете нужную вот эту вот моделировку, да С помощью пятнышек Опять выбираем свет на месте, где у нас освещение попадает на яблочко И подчеркиваем вот эту ямочку, да, границу Тень, она всегда, конечно, плотнее, падающая тень, да, подчеркну, падающая тень Она, конечно, всегда плотнее собственной тени Особенно вот эта граница перехода Она должна быть почетче Поэтому вы, пожалуйста, постоянно вот следите За тем, чтобы подчеркнуть, чтобы не расплылась у вас Очень сильно, да, область вот эта Ну, и одновременно приглядывайте за тем, что у нас уже происходит с нашей нарисованной формой, да С нашей тарелочкой, которая у нас главная Немножечко растягиваю краску, которая вокруг яблока Чтобы, опять еще раз повторяю, чтобы вошла плавно эта краска в нашу драпировку, которая на дальнем плане полосатенькая, да, там, если вы видите Вообще все в живописи должно быть очень гармонично Поэтому, пожалуйста, вот за этим надо тоже следить Чтобы не появились какие-то лишние, может быть, ненужные краски Это так называемый колорит, да, в живописи Обязательно вы должны чувствовать, ощущать ведущие, проходящие краски, которые присутствуют у нас Я специально сегодня ограничила нашу палитру и создала натюрморт на родственных, да, цветах То есть это желтый, зеленый и синий Желтый, зеленый и синий И эти цвета, они должны между собой создавать очень такие сдержанные гармонии Которые позволяют нам вот очень красивую найти, найти красивое соотношение между красками Вот видите, немножечко сейчас начинает расплываться, то есть подсыхает краска И сейчас самое время, может быть, обозначить уже эти границы Вообще здесь, конечно, нужно очень деликатно работать Техника по мокрому не любит, когда вот вы поправляете слой, который начинает подсыхать Который начинает подсыхать Потому что вы снимаете тогда вот эту вот, вот эту поверхность И получается, что в этом месте у вас краска будет Ну, то есть это место можно просто испортить Здесь нужно соблюдать технологии То есть постарайтесь сейчас работать именно в тех местах, где у вас еще влажная бумага Как только бумага начинает высыхать, здесь нужно быть очень осторожными Сейчас я пытаюсь организовать среду вокруг яблок То есть у нас два яблочка и наш лимончик на тарелочке уже есть Сейчас мы попробуем с вами собрать вокруг наш фон И вот сейчас я опять вычищаю лимон Рисуем сейчас окружение, среду вокруг лимона и яблока И желательно, чтобы у вас краска не затекала на границе наших предметов Рисуем сейчас окружение, среду вокруг лимона и яблок Вот обратите внимание, что наша белая тарелочка сейчас стала очень живописной. Не бойтесь, что краска расплывается, она создает нам как раз ощущение присутствия этой тарелки в нашей вот этой вот голубой, такой зеленовато-голубоватой среде. И опять я сейчас перехожу к решению нашей драпировки. Вот это вот место, которое я сейчас пытаюсь прописать, это место, где у нас больше всего попадает света, да, вот в эту область. Поэтому я сюда ввожу немножко такие изумрудные зеленоватые тона. Вообще драпировка очень сложная по цвету и, пожалуй, вы не найдете такой чистый цвет готовый, да, вот этой драпировочки в вашем наборе красок. Поэтому, безусловно, здесь нужно всегда искать, искать на палитре цвет. Этот цвет мы получаем путем смешения голубого и оттенков изумрудного цвета, изумрудное зеленое. Вот между собой смешивайте и получайте очень такие интересные варианты цветовые. Сейчас мы с вами продолжаем работать вокруг нашего лимончика, который у нас будет на переднем плане, да. И вот это вот яблочко на переднем плане. Мы сейчас тут обозначим границы этой драпировки. Вот смотрите, я работаю сегодня двумя способами для того, чтобы вам показать разнообразие подходов. Можно работать от главного центрального пятна, а можно работать сразу от фона. То есть два способа ведения работы. От фона и от предмета. Здесь вот сейчас я, видите, работаю от фона. Поэтому, пожалуйста, поаккуратнее сейчас соберите затеки, которые у вас, может быть, тоже возникают. Если у вас уже подсохла поверхность, то, пожалуйста, смочите, чтобы не было жестких краев. То есть у нас жесткие края сейчас пока не должны быть. Это может быть в конце нашей работы. Мы с вами обозначим эти моменты, но сейчас это не должно быть. Сейчас рисую натюрморт вокруг, вернее, рисую фон вокруг нашего лимона. Последнего, да? Тот, который к нам ближе находится. Я работаю очень медленно для того, чтобы вы могли за мной повторять. Не бойтесь вводить чистые оттенки. Сейчас опять подбираю краску на нашей тарелочке, потому что, видите, да? Все тут у нас очень плавные переходы имеет. И мы должны чуть-чуть подсобрать все. Живопись по мокрому – это английский способ ведения акварели, так называемый. Есть у нас два способа. Есть итальянский способ и английский, которым мы сейчас с вами как раз пытаемся воспользоваться. Итальянский способ, когда мы ведем работу по сухой бумаге, по сухой поверхности. Там немножечко другие получаются эффекты. Ценность вот именно этого способа в том, что краска сама себе находит дорогу. Да, вот эти плавные переходы, они создают очень такие интересные эффекты. Непредсказуемые, еще раз говорю. Вы даже иногда порой можете даже не предполагать, какая красота может получиться в результате нашей работы. То есть порой случайные затеки, они диктуют свой способ решения. Позволяют вам найти какие-то интересные, может быть, открытия даже, я бы так сказала, наверное, в живописи, акварелью. Это прекрасная техника для работы над пейзажем, не только над натюрмортом. Видите, вот в натюрморте у нас здесь проблема в том, что у нас плывут границы иногда. А вот когда мы рисуем, например, пейзаж в такой технике, то мы можем увидеть очень красивые переходы. Потому что все-таки в природе у нас нет таких жестких и четких границ, которые у нас все-таки есть у предметов. Вот я сейчас практически заполнила цвет цветом драпировку, обозначила все границы. И сейчас немножечко давайте вот по тону посмотрим. Сейчас теневые области сразу определим. И у нас как раз останутся самые интересные места. Это работа над фруктами, которые находятся на переднем плане. Их нам нужно тщательно прорисовать, потому что они у нас будут наиболее заметными. Да, они должны быть на переднем плане, должны быть четко прописаны. Поэтому мы к ним подходим постепенно. От дальнего плана к переднему. Да, такой способ ведения работы у нас сегодня. Можно сухой кистью немножечко собрать, вот как сейчас я делаю. Собрать, показать, обозначить, может быть, места, где у нас формируется складка на свету. Так, вот сейчас я показываю. Угу. Я сейчас немножечко собираю сухой кистью. Затеки, которые у нас идут с фона. Но вы даже не должны этого бояться. Если у вас вдруг такое возникает, убираем сухой кистью. Иногда художники используют фен. Ну, я не стала сегодня применять фен, потому что думаю, что мы и так с вами справимся. Но вообще можно какие-то элементы подсушить. И тогда у вас эти границы высыхают так, как вам нужно. Ну, мне хотелось сегодня, чтобы у нас вот такая красивая была акварель, чтобы она перетекала. И, в принципе, можно справиться и без вот этих вот дополнительных, да, источников, которые нам тоже, в принципе, могут пригодиться. Ну, мы сегодня обходимся без них. Слегка поправляю опять границы. В принципе, моя бумага обычная, да, выдерживает вот это многослойное поправление, многоразовое, так даже сказала, поправление наших форм. Так что я этого не боюсь. Ну, в живописи, наверное, хочется сказать, существует такое вот правило, да, жестких границ. Вот это вот вы должны всегда понимать. Жесткие границы у нас всегда со стороны источника света, то есть со стороны света. И ваша задача все-таки постараться эти жесткие границы удерживать. Поэтому следите, если вдруг возникают какие-то вот переходы, нужно, конечно, это место убрать, подсушить, да, чуть-чуть подождать, чтобы это подсохло. Ну, вот я сейчас говорю о лимоне, да, вот тут вот. Сейчас еще не высохло у нас наше вот то дальнее яблочко, самое первое, над которым мы работали. И тут немножечко я могу поправить область рефлекса. Вы понимаете, да, что для того, чтобы создать объем, рефлекс нам просто необходим. Яблочко начинает светиться, и такое вот прям настоящее, да, ощущение живого яблока возникает. Ну, и попадание цвета яблока в краску, это тоже не страшно. Посмотрите, оно очень плавно выходит в голубоватый цвет, да, и драпировки, и создает нам вот ощущение такой прозрачности. Сейчас немного, вот у меня подсохла эта граница, я сейчас чуть-чуть смачиваю поверхность лимона, переходим к переднему плану, и сейчас мы с вами попробуем поработать над лимоном. Вот здесь сложная опять тема, у нас два предмета загораживают, один загораживает другой. И мне нужно, очень тут важно разобрать оттенки. Если внимательно посмотрите на фотографию, вы видите, что наш лимон на дальнем плане, который вот этот вот, который я сейчас, да, пишу, он несколько такой теплый по отношению к лимону, который у нас еще вот не раскрашен, да, который мы еще не писали. Этот лимон на дальнем плане, он чуть-чуть теплее, но все равно вы должны учитывать, что его освещенная часть, она должна быть холоднее. Поэтому, несмотря на то, что мы набираем, берем кадмий средний, желтый, да, все-таки я лимонный цвет ввожу. И пишу сейчас сразу погуще. Почему? Потому что вот у меня почти такая вот, смотрите, сметанка сейчас на кисти. Достаточно плотно беру для того, чтобы создать ощущение планов, да, то есть плановость должна быть. Передний план должен быть более четким. Беру немножко золотистый цвет, ввожу в теневую область. И еще раз мы мазочками поправляем форму, лепим ее, создаем ощущение объема. Берете оттенки коричневого или какого-то, ну, я в данном случае взяла умбру, это зеленовато-коричневый цвет, который создает у нас ощущение объема. Он при сочетании с золотистым цветом, такой достаточно теплый дает оттенок. И помните, да, не забываем о том, что у нас тени должны быть теплыми, а свет холодный. Сейчас я убираю область цвета, да, немножечко открываю, блик показываю, чтобы создать объем. И вот так вот, такой вот переход делаем плавный. Не бойтесь брать плотную краску, она все равно у нас найдет в себе сейчас дорогу, то есть создаст ощущение объема и насыщенность. Нам нужна сейчас насыщенность, потому что передний план у нас должен быть решен более плотно. В то же время мы с вами понимаем, что у нас предмет загораживается зеленым яблочком, да, и, соответственно, здесь будут рефлексы. То есть наш лимон не должен выходить на передний край, потому что... Ну, с чем это связано? Во-первых, желтый цвет, он всегда у нас цвет выступающий, да. Художники-дизайнеры знают это и используют этот цвет в качестве такого очень... цвета, который позволяет издалека его увидеть. То есть этот цвет выступающий, привлекающий внимание человека. Но в данном случае этот желтый должен быть очень деликатно решен. Вот сейчас мы с вами работаем над вторым желтым лимоном. У нас немножко холоднее, да, мы уже это обозначили, обратили на это внимание. Поэтому я здесь больше лимонной краски использую. Опять формируем. Создаем форму, объем, лепим объем. Смотрите, от холодной к более теплой краске переходим. Мелкие предметы лучше работать мелким мазком. Опять ввожу умбручку. Не забывайте о рефлексах, которые внизу у нас, да, у предмета, у каждого. Рефлекс это отраженный свет в тени. Для тех, кто не совсем знаком. В тени и он будет у нас всегда холодноватого цвета. Но поскольку у нас здесь все-таки использовался холодный лимонный, да, желтый, желтый холодный, то у нас поверхность уже заведомо холодная. В рефлексах получается. Сейчас я проверяю, насколько у меня яблоко подсохло, чтобы... Опять начинаем с холодного цвета на освещенной поверхности. Посмотрите, у вас переднее яблочко должно быть более активным, да, Поэтому здесь нужно повнимательнее поработать с цветом. Ну, во-первых, нужно определить, что наше яблоко, конечно, гораздо плотнее, чем наш лимон. По тону, да. То есть оно, если так посмотреть, оно темнее, чем желтый лимон. Поэтому мы должны, конечно, это учитывать. И сейчас я пытаюсь пока всю общую поверхность закрыть зеленым цветом, Но работать, наверное, придется над этим яблочком подольше, Потому что оно должно быть хорошо проработано. Я сейчас использую зелень травяную, такую нейтральную зеленую краску, Она достаточно плотная, и в нее можно вмешивать различные оттенки. В данном случае мы опять вмешиваем оттенки с земляной краской, Но вот сейчас вот конкретно умбра, да, И формируете опять объем. Очень внимательно смотрите. Любое яблоко мы можем представить в виде цилиндрической формы, И обратите внимание, что боковая поверхность у нас повернута к солнышку, да, А поверхность, которая у нас, вот сейчас, над которой я работаю, Она несколько у нас уходит в тень, Поэтому она должна быть чуть-чуть плотнее. Сейчас я ее должна проработать более детально. Но сейчас мне хочется показать ямку, в которой, Ямку, которая, да, вот с хвостиком. И, пожалуйста, ее нужно обязательно сделать чуть-чуть плотнее. Передний план всегда очень ответственная задача, Поэтому здесь нужно внимательно работать и не спешить набирать цвет. В принципе, вы всегда акварель тоже можете поправить. То есть вы можете слегка смочить, убрать краску и снова наносить, Добиваясь нужного вам оттенка. Иногда, знаете, бывает даже так, что рисуешь-рисуешь, И вот пара мазков и все испортил. И у нас так вот ребята порой делают шедевры. Есть удачные места, и вдруг раз, и что-то пошло не так. Тогда мы идем, промываем весь лист под краном, Буквально душем, да, можно промыть все. И снова, может быть, по этому же уже месту продолжить работу. Знаете, есть даже художники, которые вот именно так работают. То есть они сначала раскрывают лист, То есть избавляются от белой поверхности, А потом уже сверху, то есть промывают лист, да, И потом уже сверху наносят новый слой, Для того, чтобы вот у нас получилось действительно то, Что нам хотелось бы получить в итоге. Так, вот сейчас я уплотняю теневые области. Просматриваем, да, все ли у нас здесь, Все ли у нас здесь хорошо получается. Пока, может быть, вам кажется, что это не совсем форма напоминает форму яблочко, Но мы стараемся, стремимся все-таки добиться нужной нам формы, Нужного объема. Обязательно нужен рефлекс, обязательно. Это очень важный момент. Вы должны всегда за этим следить. И еще раз подчеркиваю, у нас очень мягкая тень должна быть. Если у нас жесткий край со стороны света, То должна быть очень мягкая область тени. Очень мягкая. Ну и обязательно следите за теплой холодностью. Еще раз говорю, значит, на свету у нас всегда, Холодные краски, в тени у нас краски теплые. Сейчас очень внимательно посмотрите вот на границы перехода яблока и лимона. То есть нам нужно сделать так, чтобы у нас яблоко и лимон не сливались. То есть нужно отделить эти границы. Значит, нужно очень внимательно посмотреть, Что же все-таки светлее. Яблоко или лимон. Сейчас я ввожу желтый рефлекс. Ну, вы понимаете, да, что лимон, который находится рядышком, совсем недалеко, Он рефлексирует и создает вот такие вот красивые переливы на теневой области яблочка нашего. Да, создает такие вот красивые желтые рефлексы. Они видны. Может быть на фотографии это не очень видно, Но если вы вживую поставили натюрморт или поставите когда-нибудь потом, в дальнейшем, Вы это, конечно, прочувствуете. Сейчас мы поработаем с вами над дальней поверхностью. И у меня совсем подсохла бумага. Я хочу чуть-чуть ее смочить, чтобы легко было вести, да, нашу работу. То есть если вы придерживаетесь техники по-мокрому, То, в принципе, весь лист нужно раскрыть в этой технике. Сейчас я формирую складочки, да, показываю границы нашей драпировочки. Показываю границы нашей драпировочки. И здесь очень красиво и можно найти рисунок. То есть складки у нас имеют, конечно, свою форму, да, безусловно. Но мы не будем здесь сейчас выстраивать форму складок. А мы покажем складки за счет того, что у нас линии орнамента, Которые находятся на ткани, они у нас имеют такой разнообразный по форме, да, Разнообразный рисунок. И вот внимательно посмотрите, как у вас формируется этот рисунок. И постарайтесь его передать несколькими быстрыми мазками. Мазки опять у нас, да, по-мокрому мы работаем, не забывайте. У нас все должно расплываться. Если у вас высохла бумага, пожалуйста, ее все-таки увлажните, Чтобы не было жестких таких касаний. Здесь должно быть все очень деликатно, поскольку это дальний план, во-первых, да. А во-вторых, он не должен привлекать внимание. У нас есть главный элемент, у нас есть передний план, у нас есть интересные границы, Которые нам гораздо важнее, может быть, прочувствовать, нежели там эту ткань. Сейчас она, может быть, вам покажется очень активной и яркой, Но это лишь только потому, что вы будете, вот сейчас работаете, сейчас на свежей поверхности. То есть краска свежая, сочная, и она будет сейчас немножечко выступать по отношению ко всему натюрморту. Но все это уйдет. Так что не переживайте, что это выскакивает, ничего страшного. Мы всегда берем по насыщенности чуть-чуть активнее, чуть-чуть ярче. Работайте очень легко, не старайтесь прямо, вот знаете, очень правильно нарисовать вот эти складки. Это совсем не нужно. Они должны у вас создавать иллюзию, ощущение того, что там есть ткань на дальнем плане. И она должна быть очень свободно решена. Ни в коем случае не бойтесь этого. Работайте легко и свободно, быстрыми мазками. Я стараюсь медленно рисовать, чтобы вы успевали за мной. Но на самом деле здесь все это делается очень быстро. И вообще вот натюрморт по мокрому, эта техника очень быстрая. Нужно постараться вот ухватить этот образ и решить его вот на одном дыхании. Это очень важно. И когда у вас это получается, вы чувствуете, что даже своей недосказанностью такая работа всегда будет привлекать внимание. То есть ваше впечатление, ваши импрессии, да, импрессионисты-художники у нас как раз работали по впечатлению. То есть вот это вот ваше впечатление, оно отразится на вашей бумаге и всегда будет вас радовать. Ну вы видите, что сейчас у нас постепенно наши яблочки начинают подсыхать, да, и чуть-чуть вот за счет драпировки они чуть-чуть гаснут. Еще раз говорю, это нормально, так должно быть. У нас драпировка потом уйдет на второй план, просто мы сейчас работаем над ней. Акварель, техника очень мягкая, она такая вот плавная, такая свободная. Вот ее нужно прочувствовать. Нужно прочувствовать и не нужно бояться. Сейчас я передвинула наш натюрморт, чтобы он нам не мешал. И мы оставим... Я сейчас оставляю дальнюю драпировку и работаем сейчас над... Продолжаем работать над нашими предметами, над нашими элементами. Немножечко сейчас уберем границы, которые у нас остались пустыми, незаполненными цветом. Это такая вот просвечивающая, да, у нас тут драпировочка такая ярко-зеленая тоже. Такой сложный цвет. Вообще зеленых цветов, оттенков зеленого очень много. Если вы когда-нибудь поинтересуетесь, да, названиями красок, я вам советую это сделать. Давайте просто так вместе перечислим. Это может быть мятный цвет, ментоловый, капустный, например. Свежая зелень. То есть названий существует огромное количество. Поэтому не бойтесь, экспериментируйте, называйте. Самое главное, чтобы вы научились видеть оттенки цвета. Это очень красиво и обогащает ваш язык. И, конечно же, вот эти ассоциации цветовые, они развивают вашу речь. Это очень здорово. Изумрудный, вот сейчас я, да, смешиваю краски, получаю изумрудный цвет. Это такой зеленоватый, синевато-зеленый или зеленовато-синий. То есть в зависимости от того, сколько у вас синего цвета будет вашей зеленой, да, так и будет называться ваша краска. Я сейчас хочу уплотнить немножечко нашу драпировку. Ну, у нас с вами уже близится к завершению наша работа. Мы с вами сейчас заканчиваем. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать, спрашивать. Я пока сейчас работаю над драпировкой. Да, уплотняю, увлажняю. Значит, сейчас, смотрите, я как раз создаю вот этот край, да, мне нужно сейчас показать жесткое касание, чтобы яблочки у нас совсем не растворились. Сейчас уже почти у меня, вот на моем листе, я не знаю, как у вас, но у меня уже практически подтягивается, да, краска, и я могу уже повторно накладывать мазочки для того, чтобы вытащить, да, форму, обозначить границы предметов, то есть увести вот эту расплывчатость, которая у нас возникла, и создать ощущение того, что у нас яблочки наши, такие вот выходят на нашу, то есть они хорошо видны, читаются. Уплотняем драпировку, усиливаем цвет, усиливаем. Так, и вот сейчас очень важно, давайте мы посмотрим, самые глубокие теневые области нужно обозначить, теневые места определяем, определяем. И, пожалуйста, если у вас получается, вы можете обозначить границы, может быть, уже на драпировке складочки можете показать, то есть показать границы света и тени. Хотя, знаете, это не обязательно, конечно, вот в данном мастер-классе мы об этом, на этом особенно не застряем, внимание, мне важно было показать и научить вас показывать форму, передавать объем предметов и создать вот эту вот иллюзию. Ну вот сейчас, наверное, мы можем с вами посмотреть, может быть, чат. В принципе, вот практически наша работа завершена. Можно, конечно, ее продолжить и дополнять какими-то еще нюансами, какими-то элементами, может быть, которые вам... Ну, в целом, можно вот хвостик, например, на яблочке нарисовать и так далее. Но мне хочется, чтобы вы вот всегда, когда вы поработаете, посмотрите на свой шедевр, чтобы вы все-таки его оформили. Это очень важный момент, потому что в этом случае вы не зря трудились, и вы создаете вот это вот ощущение завершенности. И такую работу вы, конечно, можете подарить. Или у себя, может быть, где-то использовать в интерьере, украсить свое помещение. Ну вот я еще раз вас приветствую. Так, я вот смотрю, вот тут у меня в чате есть вопросы. Да, действительно, я работаю со студентами в Московском городском педагогическом университете. Это институт ИКИ, институт культуры и искусства. У нас... Вообще я работала на кафедре живописи, работаю со студентами. Но есть у меня, конечно, и дети. Я работаю в школе искусств города Балашиха. И хотела вот вам показать в итоге, что у нас получилось. Тут вот за время мастер-класса мы попробовали оформить нашу работу. Я сейчас встану. Хорошо будет, если вы завершите работу и оформите ее в рамочку. Вот она у нас такой получается. Посмотрите. И, конечно, когда работа оформлена в рамке, она создает впечатление, ну, такой вот, действительно, завершенности. Здесь, конечно, можно паспорту сделать. У меня пока не было такой возможности. Но вот в целом, вот что у нас получилось. Ну, вот, пожалуй, все, что мне хотелось бы вам сказать сегодня. Если у вас есть еще ко мне какие-то вопросы, я готова ответить. Можете написать в чат. Может быть, что-то непонятно было по ходу нашего размышления. Сказать, конечно, можно очень много. И тут вот как-то сразу и не сообразишь, что важно для вас сейчас услышать. Поэтому вот поделилась тем, что знаю сама, что вот мне приходило сейчас. Вот спасибо вам за то, что вы присутствовали на моем мастер-классе. Очень рада была с вами познакомиться. Приходите к нам учиться в ИКИ. Я думаю, что мы с удовольствием вас научим рисовать не только натюрморты, но и пейзажи. И у нас будет с вами работа над человеком. У нас на нашем факультете есть кафедра, у нас кафедра живописи и композиции. То есть мы занимаемся и живописью, и композицией. Есть отделение дизайна, и есть отделение арт-технологии, так называемые. То есть это художники прикладного искусства. Тоже замечательные ребята, которые создают очень хорошие вещи в прикладном искусстве. Ну вот, пожалуй, наверное, и все, о чем мне бы хотелось с вами сегодня поговорить. Хотелось бы, чтобы у вас были тоже хорошие впечатления о сегодняшнем нашем мастер-классе. И хотелось бы, чтобы вы попробовали, если вы не работали сейчас со мной, чтобы вы попробовали сделать тоже свой собственный натюрморт из простых предметов. Вот сегодня я вам предложила фрукты, и думаю, что фрукты у вас у всех есть. Ну все, пожалуй, будем, наверное, прощаться. Большое спасибо, да. Спасибо. До свидания. До свидания.